Я здесь, чтобы поговорить с вами об успехе. Когда я ходил в колледж, я работал на стройке и успевал при этом заниматься в зале по 5 часов в день. В то время бодибилдинг не приносил денег. У меня не было денег на необходимое спортивное питание, так что я вынужден был работать. Я работал, учился, тренировался еще 4 раза в неделю, с 8 вечера до 12 ночи, ходил на курсы актерского мастерства. И я все успевал. У меня ни одна минута не была потрачена впустую. Именно поэтому я стою сегодня здесь. В возрасте 20 лет я поехал в Лондон и завоевал титул «Мистер Вселенная». Я стал самым молодым мистером Вселенная в истории. И это случилось потому, что у меня была цель. Если у вас нет четкого видения, куда идти, если у вас нет цели, к которой вы стремитесь, вы будете ходить кругами и никогда ничего не добьетесь. 74% людей в Америке ненавидят свою работу. Большинство людей не любят то, чем они занимаются. Потому что они делают это не ради цели, которую преследуют, а потому что они просто бесцельно бродили и случайно наткнулись на свободное рабочее место. Они ходят на работу, потому что им нужно зарабатывать деньги. А работа только ради денег – это всегда рутина, тяжкий труд, который совсем не приносит удовольствия. Вы только задумайтесь, всего лишь четверть людей по-настоящему любят то, чем они занимаются по жизни. Во времена фильма «Качая железо» люди, увидев меня в зале, постоянно спрашивали, «Почему, когда ты тренируешься на износ по 5-6 часов в день, у тебя всегда улыбка на лице?» Другие ведь тренируются так же тяжело, как и ты, но у них постоянно угрюмые лица. Почему так? И я всегда отвечал, потому что я движусь к своей цели. Передо мной титул «Мистер Вселенная». Каждый подход, который я делаю, приближает меня к моей цели. Каждый подход превращает мое видение в реальность. Каждый килограмм, который я поднимаю, – это еще один шаг навстречу моей мечте. И поэтому я не мог дождаться, чтобы сделать присед с 230 килограммами. Я поскорее хотел сделать жим лежа и еще 2000 скручиваний на пресс. Я не мог дождаться следующего упражнения. Я хочу, чтобы вы осознали, что видение вашей цели делает процесс ее достижения приятным. Неважно, чем вы занимаетесь, но вы обязаны иметь цель. Цель – это первая необходимость. Мухаммед Али вкалывал изо всех сил. Я видел это своими глазами. Я помню, когда Али тренировался, делал скручивания на пресс, к нему в зал пришел спортивный писатель. Тот спросил у Али, сколько повторений он делает. И Али ответил, «Я не считаю до тех пор, пока не станет больно». Только вдумайтесь, он не начинал считать скручивания, пока не почувствует боль. И только тогда он начинал считать. Вот что значит усердно работать над собой. И так должен работать каждый, неважно, кем вы являетесь. Выкладывайтесь на полную. Не существует никакой волшебной таблетки. В этом нет никакой магии. Вы не можете как-то увильнуть от этого. Вы должны работать, работать и еще раз работать. Весь секрет успеха заключается в постоянной работе над собой. Меня так бесит, когда люди жалуются на то, что у них нет времени, чтобы пойти в спортзал. Они не могут 45 минут в день уделить тренировке. Им лень выделить один час для того, чтобы стать лучше в физическом, либо умственном плане. Представьте, что с вами будет, если вы каждый день будете читать по одному часу. Только представьте, сколько нового вы узнаете за один год. За 365 часов чтения. Представьте, что вы будете работать над своим любимым делом по одному часу каждый день. Только представьте, как далеко вы сможете зайти и как много получить. Так что меня просто сводит с ума, когда люди говорят, у меня нет времени. У каждого из нас есть 24 часа в день. Вы спите 6 часов в день. Так что у вас остается еще 18 часов. Там, в зале, кто-то качает головой. Наверное, он спит не 6, а 8 часов. Так спи быстрее. Итак, у нас остается 18 часов. Средний статистический человек работает около 8-10 часов. Отнимем 10, у нас остается еще 8 часов. Около часа у нас уходит на дорогу. Работа 2 часа. Итак, у нас остается 6 часов. Как вы используете это время? Пойдете поедите, с кем-то посплетничаете, залипаете в социальных сетях и все такое. Теперь видите, сколько у вас остается свободного времени. Так что вам нужно научиться планировать свой день, чтобы ежедневно работать над собой. Я ненавижу запасной план. И расскажу вам почему. В нашем мире столько сомневающихся людей, которые говорят, «Ты не сможешь! У тебя ничего не получится! Это невозможно!» И это нормально, потому что они много разочаровывались в жизни. Я всегда говорил людям, заменяйте все «нет» на «да». Вместо «ты не сможешь это сделать» всегда с уверенностью говорите, «Я смогу это сделать». Запомните, вы способны на все. Даже если вас окружают нытики и скептики, но когда вы сами начинаете в себе сомневаться, вот что действительно опасно. Потому что тогда вы себе говорите, «Если мой план не сработает, то у меня есть запасной план». И тогда вы уже начинаете задумываться о запасном плане. И каждая мысль, которую вы вкладываете в запасной план, забирает энергию из вашего основного плана. Очень важно понимать, что мы действуем лучше, когда у нас нет другого выхода. Потому что запасной план становится вашей подстраховкой, которая гарантирует то, что даже если вы проиграете или упадете, у вас есть что-то еще, что подстрахует вас. И это плохо. Вы не выкладываетесь на все сто. Потому что люди показывают лучшие результаты в спорте и во всех остальных сферах, когда у них нет никакой подстраховки. И я вас уверяю, у меня никогда в жизни не было запасного плана. Я был абсолютно готов к тому, чтобы стать чемпионом по бодибилдингу. Я был уверен, что перееду в Америку и попаду в шоу-бизнес. Я знал, что обязан стать лидером, чего бы мне этого не стоило. И был готов работать над собой, не покладая рук. Я себе говорил, что буду работать снова и снова, пока не получу желаемое. То же самое было и с политической карьеры. Я считаю, что иметь запасной план крайне опасно, потому что таким образом вы ограничиваете себя и отказываетесь от шанса по-настоящему преуспеть. И главной причиной, почему люди всегда хотят иметь запасной план, является то, что они боятся поражения. А что, если у меня не получится? У меня же больше ничего нет. Позвольте мне вам кое-что сказать. Не бойтесь поражения. Поражение — это нормально. Если вы не будете падать, вы не подниметесь по этой лестнице. В мире нет таких людей, кому не приходилось бы терпеть неудачу. Как-то в одном из интервью Майклу Джордана сказали, что он невероятный, величайший баскетболист всех времен, на что он ответил. Вы учитываете только мои успехи. Но чтобы стать величайшим баскетболистом, мне пришлось промазать 9 тысяч бросков, когда я играл в NBA. Так что, каким бы успешным его ни считали, на протяжении всей карьеры он промахнулся 9 тысяч раз. Сделало ли это его неудачникам? Нет. Наоборот, он является одним из величайших баскетболистов всех времен. Одна из величайших цитат Майкла Джордана звучит так. «Я промахнулся 9 тысяч раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был доверен решающий бросок, и я промахивался. Я терпел поражение в моей жизни снова и снова, и поэтому я успешен». Во время работы над электрической лампочкой Томасу Эдисону удача улыбнулась после 10 тысяч попыток. А теперь подумайте, что было бы, если бы он сдался после 9 тысяч? Он был бы неудачником, о котором никто и не узнал бы. Мы все терпим неудачи. И это нормально. А ненормально — это когда человек падает и не поднимается. И если он не поднимется, он будет жалким неудачником до конца жизни. А победители будут падать и подниматься, падать и подниматься, всегда вставать. Только так становятся настоящими победителями. Я тоже терпел много поражений. Я проигрывал в соревнованиях по бодибилдингу, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике. Я снимался в ужасных фильмах. В фильмах, которые спускались в унитаз, которые получили самые плохие рецензии. Так же и в политике. Я помню, как лидировал, как многие хотели за меня проголосовать, но я проиграл. Мой рейтинг в Калифорнии упал до 28%. Но потом он вырос, и я снова стал губернатором. Мы все проигрываем. У нас у всех бывают поражения, и это нормально. Именно поэтому я и говорю. Не беспокойтесь о поражении, потому что когда вы боитесь проиграть, вы становитесь скованным и зажатым, вы не расслаблены. А для того, чтобы добиться успеха, то ли в боксе, то ли в вашей работе или учебе, вы должны быть полностью расслаблены. Так что расслабьтесь и поймите, что проигрывать — это нормально. Выкладывайтесь на полную и делайте все, что в ваших силах, ради достижения вашей главной цели. Просто не бойтесь ошибаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова